Привет! Сейчас я покажу вам, как работать в программике на студии Windows Live. Вы можете видеть панельку, я делаю в ней запись своей камеры. Я всегда делаю свои видеоролики в ней, накладываю на них эффекты, создаю титры, названия, накладываю текст, делаю анимации, визуальные эффекты, а главное, обрезаю то, что мне не нравится. Это моя любимая программа, сейчас я покажу вам, как в ней работать. Вы видите здесь вверху панельку инструментов, с помощью нее мы будем работать. Мы щелкаем сюда, чтобы добавить видео или фотографии. Ищем, откуда мы будем их добавлять. У меня на рабочем столе специально есть видеоролик, я уже его сделала для вас. Открываем его, вот он появился у нас справа, вот здесь будет наше рабочее место. Включаем его. Привет, привет, я покажу тебе, как сделать сниматель с своими руками. Нам не нравится наше видео. Надо обрезать в конце несколько секунд. Мы берем, выставляем курсорчик вот сюда, чтобы обрезать видео, вырезать кусочек. У нас есть правка вверху, в панельке инструментов. Здесь в правке есть такой пункт разделить. Мы разделили. Последние полторы секундочки нас не устраивает, мы хотим их вырезать. Для этого щелкаем левой кнопкой мышки и нажимаем удалить. У нас получилось наше видео, которое нам нужно. Если нас не устраивает, например, скорость этого видео, мы можем изменить скорость. Здесь у нас есть строка скорость. 1х это нормальное. Все, что выше, это замедленная съемка, например, 0. Или, например, 4х. Что мы сделаем, что еще мы можем сделать с видео, положить на него эффект анимации. Раз, и оно выплывает. Это любой эффект анимации абсолютно можно сделать. Можно такой, можно дать темноты, чтобы оно появлялось. Здесь у нас есть разные эффекты анимации для видео. Возьмем шторки. Анимация у нас длится полторы секунды. Давайте сделаем так, чтобы она длилась, например, секунду. Потому что видео само по себе у нас короткое, всего несколько секунд. Пусть анимация длится меньше. На это видео мы можем наложить музыку. Для этого мы переходим на главную страницу, в пункт «Добавить музыку». Вот мы выбираем образец музыки. Для того, чтобы музыка играла погромче, мы можем сделать ее... Для этого мы наводим курсорчик и левой кнопкой мышки щелкаем по звуковой дорожке. Если мы хотим, чтобы музыка шла просто фоном, еле-еле, а видео у нас имело громкость, то тогда мы щелкаем курсорчиком мышки на саму фотографию, на наш видеоролик. Здесь появляется громкость видео, мы ее можем увеличить. Или вообще убрать. То есть, чтобы не было звука никакого. Смотрите. Или увеличить громкость видео. Давайте сделаем название для нашего видео. Переходим на главную страничку. Здесь у нас в менюшечке есть пункт «Название», «Заголовок» и «Титры». Да, мы их все будем использовать. Используем сначала название. Назовем наш фильм «Идеи для творчества». Как и в Ворде, мы можем отредактировать текст, сделать его жирным или курсивом, сделать его посредине странички. Мы можем выбрать цвет фона. Если нас не устраивают эти цвета, мы можем выбрать другие цвета. Мы можем выбрать не обязательно белый, а может быть даже черный, или какой-то другой, фиолетовый, какой нам будет больше нравиться. Чтобы наш текст не просто показывался, а красиво выплывал, мы используем вот эти вот эффекты. Он может быть вот так. Вот так. Ну, то есть как угодно, да? Ну, давайте сделаем, чтобы он у нас выритал. Если мы вообще что-то хотим сделать с текстом, мы щелкаем также на него правой кнопкой два раза, да? Еще раз мы можем его редактировать, изменить цвет фона, сделать даже, может быть, прозрачным. Мы можем его сделать курсивым, жирным, подобрать размер, а также длительность его показа. В данном случае зачем нам 6 секунд, да? Давайте сделаем 3 секунды. Щелкаем на само название. Его длительность мы поставим тоже 3 секунды. Вот что у нас получилось. Так как наш видеоролик короткий, некрасивый, неяркий, давайте наполним его яркими и интересными фотографиями. Для этого вернемся на главную страницу и выберем пункт «Добавить фотографии». У нас есть специальная папка, в которую мы загрузили уже несколько фотографий. И из этой папочки мы будем добавлять, например, 2, 3, 4 фотографии. Хватит с нас для начала. Эти фотографии имеют длительность по 7 секунд. Мы будем менять длительность этих фотографий, потому что, как показывает практика, 7 секунд – это слишком долго для этого. Щелкаем левой кнопкой 2 раза. Появляется длительность фотографий. Сделаем их по 3 и по 2 секунды. Выставили. Вот посмотрим, каким образом будут у нас эти фотографии показываться неярко и неинтересно. Фотография на своем месте. Хочется сделать им какой-нибудь эффект анимации. Вот, например, наши эффекты анимации находятся здесь. Мы можем применить сюда, например, треугольнички разные. Или вот такие вот линии. Или решеточки, жалюзи, да? Или их много. Узорные фигуры, кружочки, сердечки, звездочки. Да все что угодно. Может быть, просто страничка будет перелистываться. Сюда наложим, сюда наложим, сюда наложим и сюда наложим. Вот такие интересные эффекты мы наложили. Анимация длится полторы секунды. Если мы учитываем то, что, в принципе, наша картинка будет показываться всего 3 секунды, то полторы секунды для нас это очень много. Давайте сделаем 50 секунд для эффектов анимации на всех слайдах. Если нас не устраивает очередность показа фотографий, например, эту фотографию мы хотим в самый конец. Мы ее просто берем и перемещаем. Вот так мышкой потянули и переместили. Также, если она нам не нужна, мы ее можем просто удалить или вырезать. Но она нам нужна, мы не будем ее удалять. Следующий момент. Мы переходим опять, мы сделали название. Давайте, если нам нужно, написать какой-либо текст, прямо на самой фотографии. Мы будем использовать заголовок. Заголовок мы вводим. Написаем красный, сделаем курсивчик, жирный. И вот сюда. Опять же, работаем с текстом. Каким образом он у нас будет выезжать. Давайте вот так. Все, так мы можем сделать на любом слайде. И опять же, сколько будет показываться, длительность показа этого текста. С заголовком мы разобрались, теперь мы сделаем титры. Титры мы также напишем, что режиссер, например, этого фильма. Так как работать с текстом вы уже знаете, мы переделываем его во всякий там интересный вариант. Делаем курсивчик, жирный, 48-ой, например, чтобы был побольше. Титры нам не нужны такие долгие. Мы сделаем их 4 секунды. Сделаем их 4 секунды. Смотрите, как будут выглядеть титры. Причем они у нас могут выглядеть как угодно. И вот так, и вот так, и вот так. Можем наложить музыку. Вы видите, музыка у нас наложена с самого начала. Если мы передумали, мы ее удаляем. И, например, мы не хотим накладывать музыку на все эти фотографии. Или на наше видео. Мы хотим наложить музыку с определенного момента. Например, видео мы хотим, чтобы проигрывалось у нас без музыки. Мы берем, отмечаем этот момент на нашей дорожке. Вот он, курсивчик стоит, курсорчик, да? Шелкаем на музыку. Добавить музыку с текущего момента. Выбираем музыку. Добавляем. То есть у нас музыка будет проигрываться непосредственно с того момента, с которого мы захотели. Я покажу тебе, как сделать слина слина в своими памятниками. Вот таким вот образом. Разберем вкладочку «Визуальные эффекты». Мы можем наложить на нашу фотографию или даже на наше видео визуальный эффект. Например, черно-белый. Или вот такой. Можем сделать видео нецветным. Или какой-нибудь результат сепия. Можем сделать так, чтобы оно вообще у нас крутилось, свертелось в разные стороны. Но, соответственно, все то же самое мы можем проделать и с фотографиями. Если в конце вам хочется сделать моментальный снимок, да, или вообще, в принципе, у вас нет видео заранее подготовленного, и вам нужно его сделать, то, пожалуйста, у вас есть такая интересная вкладка «Видео с веб-камерой». Вот, пожалуйста, вы можете записать отсюда видео. Здесь есть кнопочка «Записать». Вот она она. Мы на нее щелкаем и записываем видео. Итак, вы посмотрели наш ролик «Идеи для творчества». Они у нас и так достаточно яркие, интересные. И без наших визуальных эффектов. Такие мы фотографии сюда подобрали. Но вот просто я хочу вам показать, что такой вариант тоже возможен. Останавливаем. Записываем. Сохраняем. Здесь он пишет, куда сохраняется это видео. Например, на рабочий стол. Мне всегда удобно сохранять. И оно у нас сразу автоматически появилось здесь. Мы над ним поработаем. Обрежем, например, начало. Вы посмотрели наш ролик «Идеи для творчества». Посмотрели. Вообще практически не слышно. Громкость видео сделаем погромче. Вы посмотрели наш ролик «Идеи для творчества». Сохранить наш видеопроект. Причем мы его можем сохранить как проект. Тогда он у вас не будет открываться ни в какой программе, кроме вот этой киностудии. И он у вас будет открываться вот в таком же виде, где вы сможете его еще раз подредактировать. Все у вас расшифровка файлов пойдет. Или вы можете его сохранить как фильм. Тогда он будет уже готовый видеоролик, будет открываться во всех программах. Вы можете закачать его на YouTube, на YouTube, куда угодно. В общем, у вас будет получиться уже целый фильм. Давайте сохраним его как фильм. Сохраним его на наш компьютер, сохраним его на рабочий стол. Мы напишем, что это фильм про слюнявчики. Сохраним его. Вот, пожалуйста, пишет, что он сохраняет. После того, как фильм сохранен, у вас открывается окошко. В нем вы можете воспроизвести и посмотреть, то, что у нас получилось. Либо открыть папку, потому что вдруг вы не помните, куда вы сохранили. Либо просто закрыть. Ну, давайте откроем папку. Вот он наш фильм. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Привет-привет. Я покажу тебе, как сделать слюнятик с вами руками. Вы посмотрели наш ролик и день для вещества. Так что, дорогие мои, побольше вам ярких, креативных идей, создавайте свои новые ролики в программе Киностудия Windows Live.